Тут так и написано, вы можете увеличить количество МРУ, которое может хранить структура, добавив в неё этот блок. Каждый блок увеличивает хранилище МРУ на 100 тысяч МРУ. Господи, как я пить хочу. Ммм. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами я Рома, и добро пожаловать в кровавую историю. У меня для вас есть просто бомбезные новости. Ребята, карьер закончил свою работу, вы только посмотрите, он теперь пишет то, что всё, конец. Настолько огромная поляна, не тронуто, но в то же время полностью выкопано, и если что, здесь примерно 300 тысяч блоков. Представляете, абсолютно всё выкопано. Если что, то вот эти вот маркеры края я, конечно же, забрал, и прямо сейчас мы будем ставить новый карьер. Но у меня для вас есть также хорошие новости прямо в начале серии. Помните, примерно в 52-й серии мы пытались сделать бесконечные алмазы? Мы взяли алмазную душу и поместили её куда? В спаунер, но почему-то появлялись камни. Как оказывается, эту проблему можно легко обойти с помощью того самого эссеншл крафта и предмета из него по названиям дубликатор монстра. Вооот оно наше спасение. Нет, это не совсем дубликатор. Это устройство генерирует лут с мобов вокруг себя. В центральный верхний слот вы можете положить любой предмет, и устройство будет учитывать его при генерации лута. Всё очень просто. Вот примерно в такой клетке у нас ходит алмазный блок, и он просто умирает и одновременно воскресает, но лут с него падает. Вот так вот эта машина работает, и это, чёрт подери, шикарно. Конечно же, крафтится она не так-то просто, поэтому придётся немного попотеть. И, кстати, здесь нужен посох жизни, который крафтится из этой грёбаной эссенции, которая добывается только с кристаллов. Помните, да? Поэтому вы не подумайте, что я такой, ууу, сейчас возьму и сделаю себе бесконечное количество алмазов, золота, железа и бла-бла-бла. Не, до этого ещё топать и топать, но весь прикол в том, что я реально знаю теперь, как это сделать. А, ну да, я прекрасно понимаю то, что некоторые люди будут писать, типа, А, Рома, у тебя ничего не получится, не пробуй! Я вот что скажу, я это уже пробовал сделать в другом мире, и всё получилось. Фух, ладно, что-то я немного заговорился. Что я прямо сейчас собираюсь сделать? Я собираюсь взять вот эти вот нужные блоки, кроме алмазных сундуков, конечно же, их я скрафчу заново. А потом уйти далеко-далеко и поставить новый карьер. И пусть он копает, 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 короче, вы поняли. Погодите, я только сейчас понял то, что поиди мне алмазные сундуки даже не понадобятся, мне достаточно только сундука края, бомбезная информация, бомбезная. Честное слово, я ума не приложу, где поставить новый карьер. Давайте сделаем это, наверное, в зимнем биоме, потому что что-то мне подсказывает, что там довольно-таки ровно, ну да. Ух ты, да вы сами посмотрите, здесь очень ровная поверхность, это то, что мне надо. Первый маркер я поставлю здесь и потом пойду в ту сторону, пойду, 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 пойду. И как только пойму то, что хватит, я поставлю еще один маркер. Че-то мне подсказывает, что я прошел слишком много блоков, серьезно. Ну ладно, пойдем дальше, сейчас поставим еще один факел. Подождите, это вот так вот должно идти. И да, я надеюсь то, что не собьюсь. Уйдите с дороги! Надеюсь то, что на лед этот маркер края ставить можно. И пока я бежал через тех монстров, представляете, я по-моему спутался. Сейчас на всякий случай еще проверю. Ииии... Нет, я не спутался, какой молодец. Готово, все поставлено и остался только карьер. Ту-ту-ту-тум, ту-ту-тум, спасибо большое. И после этого, конечно же, улучшение. Так, подожди, улучшение, я сказал. И это настолько простая система, никакие провода не нужны, если у тебя есть сундук рай. Смотрите, он все довольно-таки быстро передает. И по-моему, не-не-не-не-не-не-не, подождите, он не справляется, какого черта? У нас ME ячейка на 4000 байт почти вся заполнилась, и это не есть хорошо. Мне срочно нужно сделать новую. Конечно же, получше, смотрите, 16000 байт. Вот это я понимаю. И для этого всего понадобится красная пыль, железные слиты, кварцевое стекло, без проблем. А вот это уже жопа. Посчитал я, значит, и понял то, что мне нужно вот таких вот желтых штуковин, примерно 9 штук. И все, создаем, а потом еще другие и другие штуки. На этот раз я, наверное, добуду чуть больше, чем один стак, потому что надоело каждый раз так возвращаться. И давайте добудем примерно, ну, стака 3. Вполне себе неплохо. Та-та-та-там-та-там! Ребята, готово! 16000 ME компонент хранения сделан. И все, что мне осталось сделать, опять же, это соединить, во-первых, с красной пылью, железом и кварцевым стеклом. Так, у меня железо, по-моему, не взято, ща возьмем. О-о-о-о, да, практически самая лучшая ячейка хранения. Если что, самое последнее, по идее, это 64000. Но, ё-моё, 64000 это долго! Ну, в плане долго создавать, поэтому пока что обойдемся 16000 и... Та-ра-та-там-та-там, опять же, все готово! Как же я обожаю, когда все механизмы работают на автономном режиме. То есть, тебе вообще даже ничего не надо делать, ты просто потом приходишь и... Вау, у тебя уже все готово! Ты такой, ого! Фух, ну, самое главное то, что карьер мы сделали, мы молодцы, он теперь снова работает. Причем, этот карьер в разы больше предыдущего, а это означает то, что копать он теперь будет не 10 серий, например, а серий, так, 30. Хотя, мы можем там поставить новый генератор, мы можем поставить там новое улучшение скорости, и тогда, может быть, не на 30 серий это все пойдет, а на серий, так, 20-15. Но все равно много. Куэк-куэк, внимание, внимание, хорошие новости, прямо сейчас перед вами есть блок извлекатель эссенции. Да, я его сделал до серии. Помните, да, у нас вырос элементальный кристалл, причем вырос полностью, и в нем сейчас 3% воды и 3% огня. Но, на самом деле, нифига подобного, там сейчас этого нет. Потому что мой извлекатель эссенции все вытащил! Йоу, эссенция огня, далее еще одна эссенция огня, и еще одна эссенция огня, которая очень редкая. Ну и, конечно же, эссенция воды, которая не очень редкая, а просто редкая. И давайте посмотрим, из нее можно сделать водное элементальное топливо. То есть это то, что мне надо, господи, мы к этому пришли! Ух, прям не верится, серьезно. Давайте даже посмотрим, что из этого топлива мы можем создать. Опа! Вот что мы можем сделать. Дубликатор монстров, это то, о чем я говорил в начале серии. И вот он, посох жизни. Здесь понадобятся те самые земляные фокусировщики, которые делаются из этого самого топлива. Получается, если этот извлекатель прямо сейчас отсюда все вытащил, что мы делаем? Мы ломаем этот самый кристалл и ставим заново, да! И нет, ни в коем случае он не поставится огромным кристаллом. Он начнет расти заново, видите, да? Мы его сейчас тупо не видим, и он начинает расти. И в скором времени, когда вырастет, извлекатель снова начнет вытаскивать что-нибудь. Потому что, как-никак, я хочу сделать себе специальную руну, которая позволит мне узнать имя ветра. Да, я очень сильно хочу узнать его имя. Ну, если вы смотрели предыдущую серию, вы помните, зачем это все? Для того, чтобы телепортироваться в его собственное измерение, измерение ветра. Ого-го, из такой супер-пупер редкой эссенции огня можно сделать целых 16 огненного элементального топлива. Но жалко то, что у меня пока что только одна такая штука. По идее, прямо сейчас я ничего из этого не могу использовать, потому что как минимум нужно 4 эссенции одной редкости. И вы сами видите то, что нету у меня такого, просто нету. У меня хорошая новость на хороших новостях в этой серии. Я надеюсь, что вы за это можете поставить лайк. Так, ладно, о чем это я? Короче говоря, я могу сделать так, чтобы здесь было больше мру энергии. Ну, вы помните то, что здесь вмещается 100 тысяч, а здесь вмещается 60 тысяч. Это мало, максимально мало. То есть мы можем сделать, ну, максимум один кристалл. Почитав книжку, я понял то, что все это хранилище можно увеличить на 100 тысяч мру всего лишь с помощью одного блока. То есть вообще как бы много. Тут так и написано. Вы можете увеличить количество мру, которое может хранить структура, добавив в нее этот блок. Каждый блок увеличивает хранилище мру на 100 тысяч мру. Господи, как я пить хочу. Не сказать то, что делается это просто, но все же верхняя и нижняя строчка у меня уже присутствуют. Да, это те самые магические пластины, устройство мру связи и бла-бла-бла. То есть это есть. Надо сделать вот это, темная материя души. О, и она делается не так-то просто. Здесь нужны какие-то мру алмазы, которые делаются вот таким вот образом. И это жесть какая-то. Прям все-все-все-все-все это создается изначально из кварца. И все это потом надо будет соединять, далее делать еще больше, еще больше, еще больше. И вот у нас получается алмаз. Ждём, 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 ждиом, ждём! Ждём, 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 ждём. На-на-на-на-на-на-на-на-на, короче, вот скоро создастся и я вернусь к вам. Раз, два, три. Ура, ребята, я дождался! И это самая тёмная материя души готова! Осталось только сделать всё остальное и тогда точно будет готово, м-да. Е-е-е-е, сделали, е-е-е-е, е-е-е! Ну что ж, проверим как это работает, блок хранения МРУ. По идее это просто нужно подсоединить в любое место и это заработает, давайте проверим аккуратненько самое главное очень аккуратненько и самое главное очень быстро это надо сделать проверяем да нет да нет и все таки до 160 тысяч мурой энергии теперь здесь хранится это бомбезно ребята давайте наверное прямо сейчас возьмем и создадим новый кристалл кстати а что у нас с этим давайте посмотрим здесь у нас пока что ничего не появилось а здесь ого 6 процентов воды так-то это жестоко но все-таки водичка мне как-то не особо нужна поэтому давай пожалуйста воздух давайся давайся мы видим то что отсюда мру энергия начала уходить а это означает только одно я начал создавать кристалл и это так вот он понемногу создается я надеюсь то что все таки мру энергии хватит пожалуйста хоть бы тебя хватило хоть бы тебя хватило хоть бы тебя хватило как жаль то что нигде прогресс не пишется я тебя умоляю хватит блин 10 тысяч осталось о да получилось ё-моё сколько здесь осталось 3000 пипец по-моему в Вначале было примерно 113 тысячи, либо 103 тысячи. То есть нужно либо 110, либо просто 100. О, мы видим то, что энергия пошла. Смотрите, уже более 100 тысяч накопилось. И всё благодаря вот этому солнцу. Надо будет, наверное, ещё один такой блок поставить, потому что это, ну, годнота. Последний вопрос, где бы мне поставить кристалл. Вот если я поставлю здесь кристалл и здесь кристалл. У меня вот эта хреновина вообще работать будет. Давайте проверяем. Ну-ка, 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 ну-ка. Угу, непонятно, как она работает в итоге. Получается, вот этот блок управления показывает только вот этот кристальчик. А вот этот он тупо не хочет. Ой-ой-ой. И шо же мне делать? Как посмотреть? Хотя, знаете, в какой-то степени мне плевать, что он там из себя представляет. Потому что мне главное, чтобы эссенция была. И всё. Ну-ка, ну-ка, здесь что-нибудь появилось? Не, ничего. Наверное, всё-таки нужно дождаться 100% самого кристалла. Ну, я про рост имею в виду. Всё, ладно, тогда я не мешаю. Пусть растут. Тем временем мы видим то, что здесь создалось уже 3383 сжатого булыжника. И почему-то, кстати, перестало идти. Наверное, потому что булыжников всё ещё мало или что? Алло, булыжник, почему ты не переделываешься в сжатый булыжник? Какого чёрта он копится? Он же, по идее, должен переделываться. Алло, ты чего? Это реально странно, ребят. Потому что, смотрите, булыжник просто копится. Его уже более 300 накопилось. И он не хочет ни в как... Что? Он переделывался? Как это сейчас вообще произошло? Я же даже глазом не успел моргнуть. Он просто... Ладно. В общем, что я хотел сказать? Вы видите, то, что этого сжатого булыжника становится всё больше и больше. Но нам-то нужно его сжать ещё раз. И как это сделать? А всё очень просто. Мы создаём пустой шаблон. Делаются они максимально просто. И начинаем кодировать его. Кодируем так, чтобы вот этот булыжник сжимался ещё раз. Автоматически, конечно. Куда ж без этого, ребята. И сейчас я типа подмигиваю. И вы меня должны понять. Ну вы поняли, да? Та-дам! Всё готово. Мы сделали двойной сжатый булыжник. Мы кодируем этот шаблон. Забираем. И, конечно же, пихаем сюда. По идее, прямо сейчас мы можем дать команду, чтобы создавался этот двойной сжатый булыжник. И, о, чёрт возьми! Так и есть. Я хочу, чтобы создавалось сразу 300 штук. Давайте сделаем это. И у меня не получится, потому что не хват... А, не. Могу, могу. Смотрите, просто нажимаю на старт. О, да. Как приятно смотреть на то, как всё автоматически создаётся. И ты даже ничего не кликаешь. И давайте, на всякий случай, посмотрим, действительно ли создаётся. Вот, видите, да? Появляется. Потом мне надо будет сделать четверной сжатый булыжник и один пятикратный сжатый булыжник. Короче говоря, это ещё долго страдать. Придётся копить булыжник, опять же, и бла-бла-бла. Чё у нас тут по карьеру? Давайте, на всякий случай, проверим. Здесь же всё работает! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Я забыл поставить печной генератор! Какого чёрта я это вообще забыл? Если что, то к нему даже подключать ничего не нужно. Он автоматически, прямо из карьера, будет забирать какой-нибудь уголь или другое топливо. И сразу же передавать это всё энергией. Тем временем, сундук рай нормально работает, успевает, скажем так. И я думаю, то, что вот эта вся огромная территория! И давайте даже долетим до конца. То есть, вот она кончается где-то... О, господи! Вот где-то вот здесь. Вот это, опять же, вся огромная территория. Да, вот я нашёл её конец. Она будет копаться примерно серии 20. Так как мне не хочется, чтобы это всё копалось серии 20, я, конечно же, это, опять же, всё ускорю. И сделаю я это, ну, в ближайшем будущем. Потому что это не так-то просто делается. Хотя, да-да-да-да-да, я знаю то, что улучшения делаются максимально просто. Там лишь бы уровень был, которого у меня очень много. Тут главное, чтобы эта самая энергия была. А с энергией в предыдущей серии мы тоже уже более-менее решили. И поняли то, что мне понадобится второй такой мощный лавовый генератор. Прекрасно понимаю то, что немногие помнят или просто знают, как он создаётся. Поэтому, вот, видите, да, мне понадобится 64 вот таких вот генератора. А это у нас очень много золота. Это 64 железных блока и 64 печки. А также два стака красной пыли. Ой, я что-то нажала, и оно само всё сделалось. Эх, эх, так, короче, прямо сейчас я решил вас не мучить и себя не мучить. Но потом просто взял и сделал 64 таких генератора. А, точно, узел передачи, вот. Причём нам понадобится не просто узел передачи энергии. Мне ещё и понадобится узел передачи гиперэнергии. А для неё понадобится слиток бедрокия, который делается из четверного сжатого булыжника, мать его. Как же прекрасно то, что как раз у меня сейчас всё это дело создаётся. Причём в автоматическом режиме, мне даже мучиться не придётся. Ну да, ладно. В общем, создаём себе узел передачи просто энергия. Не гиперэнергия. И для начала пусть будет улучшение поиска в ширину. Если что, то для всего этого нужно очень много редстоуна. Поэтому его мы тоже создаём ровно. Так, и вот теперь то самое тяжёлое. Но, раз, два, три. Мне дико повезло то, что с прошлого раза у меня остались эти узлы передачи предметы. Поэтому мне практически даже делать ничего не пришлось, кроме как вот этого улучшения. И всё, мы просто ждём. Опять ждём. Ё-моё, господи. Прям, прям, прям бесит. Фу, ты гнутый, лапки гнутые. Я совсем забыл то, что мне понадобится восемь таких узлов передачи. Ё-моё, тупица, я тупая. Понятное дело то, что один такой генератор я сейчас делаю второго уровня. А, типа, семь остальных я забыл совсем. Реально, вот я тупица. Хорошо, хорошо, только не бейте. Вот, я сделал себе кучу улучшения скорости. И прямо сейчас всё это дело соединю, чтобы получить улучшение поиска в глубину. И потом сделать себе улучшение поиска в ширину. Так, это что такое? Вот, а потом с помощью улучшения поиска в ширину я сделаю себе узел передачи энергии. Господи, почему так много? Прикол в том, что у меня даже редстоуна не хватило. Но ничего, ничего, сделаем новый. Подождите, чтоу, у меня красная пыль закончилась. Офигеть, я сейчас себя почувствовал просто бомжом. У меня всё закончилось, вот это да. Хотя, Ё-моё, у меня же куча красной пыли. И самое главное других рут в старом карьере. Вот, нормально, нормально. Сейчас это всё берём и соединяем, и создаём кучу блоков, да, мы молодцы. Я не знаю зачем, но в итоге у меня получилось очень много улучшений, и в итоге-то мне нужно всего лишь 7 улучшений поисков в ширину, а я сделал себе аж 17. Вооот, и теперь мне нужен узел передачи, который дел... О, господи, да ну его нафиг, короче, в жопу! Слооожно, всё слишком сложно, я не хочу это всё крафтить, потому что мне просто надоело. Давайте лучше посмотрим, что у нас там с кристаллом. Ага, а кристалл-то полностью вырос, смотрите, 100%, здесь у нас и земля есть, и огонь есть, но почему-то извлекатель эссенции ничего из этого не достал, и это... проблема. Типа я не знаю, как её решить. Хотя кое-что я всё же попробую возьму, и запущу этот извлекатель заново. Далее подцепляем сюда кристалл привязки, иииии... Оба-на, заработал! Понял, понял, и кстати, смотрите, он из этого кристалла начал всё высасывать. Эээм, ты-ты-ты-ты-ты, стоп, ты чё делаешь-то, алло? Ну ладно, если он начал забирать именно оттуда, где, по сути, ничего не должно быть пока что, я не против, главное, чтобы работало. А вот на такой вот нотке я, наверное, буду понемножечку заканчивать, потому что... Ё-моё, вот эта серия, знаете, мне немножко напоминает дюжину приключений, когда прям очень сильно кипит мозг. Та, я вам серьёзно говорю, у меня от этой серии прям немножечко ды-дыщ. Я надеюсь то, что за эту серию вы поставите лайк, потому что вот серьёзно, на неё я потратил больше мозгов, чем, например, на предыдущую. Как-то тупо звучит, но всё же я думаю некоторые меня поняли, это чистейшая правда, прям какая-то сложная серия для меня. Давненько я такого не испытывал, и я искренне надеюсь то, что вы не забудете поставить лайк. Спасибо, если вы это уже сделали. И, конечно же, огромное спасибо, если вы просто досмотрели до этого момента. И, в общем-то, ребятушки, оооо, если вы здесь впервые то можете подписаться на канал, поставить лайк, поставить, друзья. С вами был Лоложка и Маяк, всем удачи, всем пока, причём здесь Маяк. Пока-пока-пока-пока.